Противолавинная служба Росгидромета ведёт активные действия на атмосферном фронте. Метеонаблюдение позволяет предсказать, где появится критическая масса снега и предотвратить опасную лавину. Росгидромета, запах пороха как? А вот так. Мы всё видим, всё слышим и всё у нас под контролем. Сетью метеостанций покрыта вся Россия. Только вместе они дают достаточно данных для точных прогнозов. Добраться до удалённых станций севера непросто. Летом снабжение идёт по морю. А сейчас, когда стоит лёд, можно на снегоходах несколько часов пути. И вот мы уже видим небольшой научный центр в значительном удалении от цивилизации. До многих станций на снегоходах не доехать. В остальном они похожи. Это форпосты науки, учёные посреди диких мест. Внутри по бытовому просто. Ну и дрова у вас прямо здесь? Да, здесь отапливаем печь. В основном в рабочей зоне, чтобы подержать тепло. Моя жилая комната. Холодильник, диван, шкаф, тумбочка, столик. Зато во время пандемии здесь даже не заметили ограничительных мер. На удалённой станции Унский маяк гости бывают реже, чем смена времён года. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. К столу, к столу, к столу. Садитесь. Чем богаты, тем рады. Как они сами говорят, население станции – семеро. Три человека и четыре собаки. Рокки, иди ко мне. Иди сюда. Без домашних животных на северных станциях никак. Вот будни Заполярья. Бродит, бродит. Чё бродит? Его надо отгонять, потому что не раз уже он приходил, портил датчики, разрывал провода. Здесь у нас имеется сухой, смоченный термометр. Имеется гигрометр, показывает влажность. Главная работа метеорологов – сбор данных. Каждый день в любую погоду осмотр приборов, термометров. Когда мы едем на станцию, мы же представляем, куда мы едем. Что? Удаление. То есть зачастую проблемы со связью. Как космонавты. Я-то я постоянно так сравниваю. Мы работаем как космонавты. То же самое, в принципе, да. Снабжение в Арктике – дело особой сложности. Здесь нет никакой энергетической инфраструктуры. То есть всё это автономное. То есть здесь дизель электростанции, здесь, соответственно, отопление. Либо печи, соответственно, нужны дрова, либо котлы на дизельном топливе. Такие логистические сложности. Ради чего всё это? Ну, ради того, чтобы у нас были достоверные данные о погоде. Три десятка станций в Арктике, на каждой из которых несколько человек, снабжаются одним арктическим судном. Ледокол Михаил Сомов готовится выйти в Северный Ледовитый океан. Он отправится к самым удалённым метеостанциям для Росгидромета. Это главное судно снабжения на Севере. Сомов кормили с Арктики. Не зря его так назвали, потому что единственное судно, которое обеспечивает продовольствием и смену людей на поляных станциях. Сейчас ледокол Сомов готовится к очередному выходу в Северный Ледовитый океан. Данные, которые тысячи людей собирают на метеостанциях по всей стране, поступают в единый центр. И вот здесь словно будущее наступило. Обрабатывается информация одним из самых совершенных в мире суперкомпьютеров. За последние десятки лет метеорология постепенно превратилась в отрасль IT-индустрии. То есть мы имеем дело с большими массивами данных. Для таких вычислений нужны очень мощные машины. Мы получаем здесь, в Москве, данные со всего земного шара. Практически в режиме онлайн. Самых разных наблюдательных платформ. На метеостанциях работа не прекращается ни на один день. Но связь между собой они поддерживают и сегодня друг другу присылают поздравления. За любовь, за дружбу и за гидромедслужбу. Ура! Работа на Земле дополняется информацией, полученной со спутников. Но даже самые современные космические технологии не могут заменить людей. Николай Семенович.